Добрый день, уважаемые коллеги! Тема презентации эмоционозной опухоли аппендикса «Классификация диагностических трудностей». Первичные опухоли аппендикса – это редкая патология, присутствует менее чем в 2% случаев хирургических аппендиктомей. Наиболее распространённые опухоли аппендикса имеют эпителиальное и реже мезонхимальное происхождение. Лимфопролиферативные опухоли в этой локализации встречаются довольно редко. Нейроэндокринные опухоли являются распространёнными и имеют такие же морфологические черты, как и нейроэндокринные опухоли других локализаций. Таким образом, чаще всего аппендикс является местом эмоционозных новообразований, как правило, низкой степени злокачественности, которые могут обильно продуцировать муцин, накапливающийся в брюшной полости. Эмоционозные новообразования аппендикса «Лоу-грейт» могут распространяться на брюшину как псевдомиксома брюшины, даже если они не являются явно инвазивными в аппендиксе. В течение последних нескольких десятилетий в литературе обсуждались различные противоречия в области аппендикулярных эмоционозных неоплазий, включая морфологическую классификацию, трудности дифференцировки. Если вернуться к исторической справке, то в 1995 году Карр и его коллеги предложили классификацию эмоционозных опухолей червеобразного отростка на основе исследованных ими 184 опухолей. Они разделили опухоли аппендикса на аденомы, эмоционозные опухоли с неопределенным потенциалом злокачественности, и аденокарцинома. Эта классификация ввела впервые термин аппендикулярная эмоционозная опухоль с неопределенным потенциалом злокачественности. Для опухолей, которые трудно классифицировать как доброкачественные или злокачественные, и оставляла множество спорных вопросов и противоречий в диагностике и трактовке эмоционозных опухолей. Но, тем не менее, был достигнут консенсус между клиницистами и патологами, что существует отдельная подгруппа слизистых опухолей червеобразного отростка слоукра и дисплазией слизистого эпителия, в которой отсутствуют обычные формы деструктивной инвазии, но имеется склонность к распространению в брюшину и яичники, что часто прогрессирует до клинического синдрома, известного как псевдомиксома брюшины. Ценозные новообразования аппендикса – это гетерогенная группа эпителиальных новообразований, включающая неопухолевые, это чаще всего ретенционные кисты, и опухолевые эмоционозные поражения, часто с кистозной дилетацией вследствие накопления студенистого материала, так называемые мукоцели. Клинические и рентгенологические мукоцели часто случайно обнаруживаются у бессимптомных пациентов. Термин мукоцели является неоднозначным и лучше всего используется для описания внешнего вида изображения, а не патологического объекта, так как он не отражает ни номенклатуру, ни злокачественный потенциал опухоли. Современная классификация ВОЗ представлена на слайде. Я обращаю Ваше внимание, что в ней отсутствует аденома. Появились две новые нозологии, это хайгрейт аппендикулярная муцинозная неоплазия и бакаловидная клеточная аденокарцинома. Лоугрейт аппендикулярная муцинозная неоплазия вызывает наибольшие трудности и споры, хотя она имеет довольно четкие морфологические признаки узнаваемые. Это велезная волнообразная или уплощенная трансформация муцинозного эпителия, большое количество внутриклеточного муцина в виде высоких цитоплазматических вакуолей, отсутствие паттерна инфильтративного роста опухоли, отодвигающий пушин паттерн инвазии, лоугрейт дисплазия клеток, лимфоидная ткань червеобразного отростка отсутствует, стенка может иметь различные степени фиброза, гиалиноза и кальцификации, муцин может распространяться на сирозную поверхность. Велезные волнообразные и уплощенные паттерны представлены на слайдах, четкие признаки, узнаваемые, в общем нехарактерные больше ни для каких опухолей, большое количество внутриклеточного муцина в виде высоких цитоплазматических вакуолей, отодвигающий пушин паттерн инвазии, лоугрейт дисплазия клеток по типу, как в аденомах с лоугрейт дисплазией, лимфоидная ткань червеобразного отростка отсутствует, стенка утолщена, фиброзирована, на данном слайде кальцинатов не видно, и при большем увеличении можно видеть нечетую трансформацию эпителия. Стенка имеет различные степени фиброза, гиалиноза, муцин распространяется через всю стенку, как бы пролоббирует, и на серозную поверхность, и то же самое на большем увеличении. Не дифференцируются слои стенки червеобразного отростка, ляминопроприя и мышечная оболочка между собой не дифференцируются, выраженный подслезистый фиброз. То же самое на большем увеличении. Таким образом, дифференциальный диагноз лоу-грейт муцинозной неоплазии следует проводить чаще всего с аденокарциномами. Гистологически они могут выглядеть одинаково, но наличие инвазивного деструктивного роста классифицируется как аденокарциномы. Перитониальное вовлечение не является четким критерием аденокарциномы, что отражено в GCC8 и может быть как при лоу-грейт муцинозной опухоли аппендикса с перитониальным вовлечением, так и при аденокарциноме. С чем еще следует проводить дифференциальный диагноз? Это с зубчатыми поражениями. Зубчатые поражения имеют характерную архитектонику, сохраняется дифференцировка между слоями и отсутствует распространение муцина через стенку аппендикса и псевдомиксома брюшины. Новая нозологическая единица в этой классификации – это хай-грейт муцинозная опухоль аппендикса. Гистологически она сходна с лоу-грейт муцинозной опухоли аппендикса, за исключением того, что эпителия имеет хай-грейт дисплазию. То же самое на большем увеличении. Как стадируется лоу-грейт муцинозная опухоль аппендикса в категории АТ? Для лоу-грейт муцинозной опухоли аппендикса Т1 и Т2 категории неприменимы. Таким образом, опухоль в пределах слизистой оболочки, подслизистой и мышечной оболочки стадируется как ТИС, карцинома инситу. Т3 – опухоль распространяется через мышечную оболочку в субсирозу. Т4 – опухоль проникает в висцеральную брюшину на сирозную оболочку. И Т4Б – опухоль непосредственно вовлекает соседние органы или структуры, включая бесклеточный муцин или муцинозные петели. Категория М1А – это интерперитониальный бесклеточный муцин без идентификации опухолевых клеток. М1Б – когда в этом муцине мы находим опухолевые клетки. И М1С – это метастазы других локализаций. Как стадируется хай-грейт муцинозная опухоль аппендикса? Хай-грейт муцинозная опухоль аппендикса – это своего рода промежуточная опухоль между лоу-грейт опухолью аппендикса и аденокарциномой. Она не выглядит безобидной, но и не имеет агрессивных признаков злокачественности. Как и лям, не имеет инфильтративного типа роста. Имеются ограниченные данные о поведении хай-грейт муцинозной опухоли аппендикса, но известно, что они могут быть более агрессивные, чем лоу-грейт муцинозной опухоли аппендикса. Существует два мнения, как стадировать хай-грейт муцинозную опухоли аппендикса. Согласно системе стадирования, лоу-грейт муцинозная опухоль аппендикса и хай-грейт муцинозная опухоль аппендикса стадируются одинаково. То есть в пределах мышечной оболочки это карцинома ин-ситу. Опухоль, которая выходит за пределы мышечной оболочки Т3, и далее опухоль, которая перфорирует серозную оболочку Т4А. Но также существует мнение, что хай-грейт муцинозная опухоль аппендикса следует стадировать как инвазивную аденокарциному. На этот счет даже в последней возовской классификации не существует единого мнения. То есть приведены вот такие две точки зрения. Следующая – это аденокарцинома аппендикса. Диагностические критерии – это инфильтративный тип роста, деструктивная инвайсия. Стромальная десмопластическая реакция и чаще хай-грейт атипиа клеток. Из аденокарциномы новой нозологической единицей является бокаловидно-клеточная аденокарцинома. В предыдущей классификации она звучала как бокаловидно-клеточный карциноид. Вот ее мы и рассмотрим. Все предыдущие остальные аденокарциномы существовали и в прежней классификации, и в нынешней. И никаких изменений не претерпели. Бокаловидно-клеточная аденокарцинома – основной ее диагностический критерий – то, что всегда должен быть представлен, компонент классической лоу-грейт гоблицеладенокарциномы. Опухоль обычно вовлекает стенку червеобразного отростка циркулярно. Окрашивание на хромогранин и синаптофизин вариабельно и не требуется для диагностики, так как в 50% случаев может быть позитивным и может быть негативным, несмотря на то, что это карциноидная опухоль. Бокаловидно-клеточная карцинома делится, градируется по трем грейдам в зависимости от процентного соотношения лоу-грейт компонента. Мы рассмотрим сейчас лоу-грейт, бокаловидно-клеточную аденокарциному. Как я уже сказала, должен всегда присутствовать компонент классической лоу-грейт гоблицеладенокарциномы. Как же он выглядит? Он выглядит в виде канальцев, состоящих из клеток, похожих на бокалы. В некоторых случаях это просто скопление опухолевых клеток, и отсутствует собственная пластинка, и бокалы представлены просто как в виде группы клеток. Это совершенно такой узнаваемый паттерн, как мне кажется. Опухолевые бокаловидно-эмоционозные клетки в некоторой степени напоминают даже кишечные крипты. Хай-грейт бокаловидно-клеточная аденокарцинома может содержать как муцинозные, так и немуцинозные клетки. И паттерн такой же, тубулярный, крипреформный или гнездоподобный. Дисмопластическая реакция строма может присутствовать, может быть выраженная клеточная АТП и многочисленные метозы. Хай-грейт бокаловидно-клеточная аденокарцинома должна содержать компонент лоу-грейт карциномы, лоу-грейт паттерн. Именно это ее и отличает от других карцином. Представлено на слайде хай-грейт и лоу-грейт паттерн. То же самое на большем увеличении. То есть если при меньшем увеличении мы видим хай-грейт опухоль, то при большем увеличении мы все равно находим лоу-грейт паттерн. Это то же самое хай-грейт бокаловидно-клеточная аденокарцинома. Просто разные паттерны этой опухоли выглядеть может по-разному. И хай-грейт паттерн может не содержать муцинозных клеток, как например на этом слайде. Множественные метозы. И снова лоу-грейт паттерн мы находим на периферии опухоли. Бокаловидно-клеточная аденокарцинома наибольшие трудности вызывает с дифф-диагнозом с перстневидно-клеточной аденокарциномой. На самом деле они похожи, но отсутствие компонента лоу-грейт бокаловидно-клеточной аденокарциномы в перстневидно-клеточной аденокарциноме является диагностическим критерием отличия этих двух аденокарцином. Особенно трудно отличить хай-грейт бокаловидно-клеточную аденокарциному от перстневидно-клеточной лоу-грейт карциномы. В общем, она хорошо диагностируется. Гистологические критерии для градирования муцинозных опухолей аппендикса и их перитениальных метастазов. Опухоли аппендикса градируются по трём грейтам. Грейт 1 – это лоу-грейт опухоли аппендикса, грейт 2 – это хай-грейт муцинозной опухоли аппендикса и муцинозной аденокарциномы без перстневидно-клеточного компонента. Перстневидно-клеточный аденокарциномы градируются как грейт 3. Стандартное морфологическое заключение представлено на слайде. В заключении хочется сказать, что AJCC и 5-е издания ВОЗ обновили диагностическую терминологию для муцинозных новообразований аппендикса и бокаловидно-клеточной аденокарциномы. Восьмое издание AJCC уточняет стадирование этих опухолей. AJCC 8 и 5-е издания ВОЗ подчеркивают важность различия лоу-грейт и хай-грейт опухоли аппендикса и рекомендуют трехуровневую систему градаций для муцинозных новообразований и бокаловидно-клеточной аденокарциномы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok